Привет! Если прошлый год прошел, увы, под знаком коронавируса, то новый 2021 год – это год вакцинации. Все ждем прививок. Например, футболистам сборной России обещают поставить прививку вне очереди. Наверное, они заслужили. Сегодня в программе мы расскажем о спортивных событиях первой половины января. Александр Третьяков в немецком Винтенберге прервал десятилетнюю гегемонию скелетониста из Латвии Мартинса Дукурса и стал чемпионом Европы. Второй раз в карьере. Хоккеисты Енисея после Нового года обыграли дома Кузбасс 10-5, а в воскресенье играли в Новосибирске с Сипсельмашем. Второе место не для нас. Баскетболисты Енисея в воскресенье принимали на паркете Арены Север Парму из Перми. Задача уйти с последнего, 13-го места Единой лиги ВТБ. Новогодние праздники приучили болельщиков к целому ряду спортивных событий, за которыми можно было наблюдать прямо у новогоднего стола. Особое внимание красноярцев к скелетонистам Александру Третьякову и Никите Трегубову, бобслеисту Михаилу Мордасову, лыжнику Андрею Мельниченко и дебюту на этапах Кубка мира по биатлону Натальи Гербуловой. Первое золото нового 2021 года на счету красноярского скелетониста Александра Третьякова. Чемпионат Европы проходил в немецком Винтенберге. По итогам двух попыток Саша опередил латыша Мартинса Дукурса на 17 сотых секунды. Олимпийскому чемпиону Сочи и чемпиону мира Александру Третьякову 35 лет. Ранее он выигрывал европейское первенство в далеком 2007 году. С 2010 по 2020 год лучшим неизменно становился Дукурс. И вот спустя 10 лет Третьяков прервал гегемонию латышского скелетониста. На девятом месте еще один красноярец Никита Трегубов. В Виттенберге соревновались и бэпслиисты. Спортсмен Краевой академии зимних видов спорта, разгоняющий Михаил Мордасов, завоевал бронзу чемпионата Европы в составе экипажа пилота Ростислава Гайтюкевича. В четверке также выступали Илья Малых и Руслан Самитов. Золото среди четверок выиграли представители Германии во главе с пилотом Франческо Фридрихом. А экипаж австрийца Бенджамина Майера занял второе место. 15-я многодневная лыжная гонка Тур-де-Ски началась 1 января 2021 года в швейцарском Валь-Мюстаэре и завершилась 10 января на склоне горы Альпе-де-Чермис. Впервые с 2016 года в рамках многодневной гонки были проведены 8 этапов, 4 классическим и 4 свободным стилем. Красноярец Андрей Мельниченко по итогам многодневки занял седьмое место на всех этапах. Андрей был рядом с пьедесталом, но так на него и не взошел. А выиграл тур-де-Ски Андрей Большунов, который в отсутствии норвежцев опередил второе место француза Мариса Манифика почти на 3,5 минуты. Красноярская биатлонистка Наталья Гербулова наконец-то дебютировала на этапе Кубка мира. В Аберхофе Наталья поучаствовала в спринте, где с тремя промахами проиграла чуть более 4 минут победительницы норвежки Тирель Экхов и заняла 87 место. Наталья отобралась сборную России на этапы Кубка мира по итогам Ижевской винтовки, но спортивный принцип не помог Гербуловой успешно выступить в Германии. Первый блин комом, но Наталья верит, что дальше будет лучше. 32-й международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при Иван Ярыгин перенесен на вторую декаду мая. Руководство Объединенного мира борьбы приняло решение о переносе турнира с января на май в связи с распространением коронавирусной инфекции. Основная цель – сохранение статуса международного турнира. Напомню, турнир имени двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина был учрежден ФИЛО в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения стал Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при. За свою многолетнюю историю соревнования стали визитной карточкой не только Красноярского края, но и всей России. С 2018 года турнир стал рейтинговым. Участникам соревнований начисляются баллы в зависимости от занятого места на турнире. Рейтинговые очки учитываются при жребьевке чемпионата мира по вольной борьбе. В хоккее с мячом чемпионат перевалил за экватор. Главные претенденты на титул – «Динамо Москва» и «Несей ИСКА» – «Нефтянник». Важно занять место как можно выше в регулярном чемпионате, чтобы в плей-офф, а он не за горами, иметь преимущество своего льда. Первый матч после Нового года на родном идеальном льду стадиона «Несей» красноярцы провели мощно, но только в первом тайме. Кузбасс был смят, деклассирован. Семь мячей за 45 минут – это много, особенно когда встречаются принципиальные соперники. Три мяча Алмаза-Миргазова еще по разу отличились Сергей Ломанов, Артем Ахмедзянов, Максим Ишкельдин и Илья Лопатин. Кемеровчане смогли ответить только метким выстрелом Богдана Повенского – 7-1. Первый тайм 45 минут, мы играем здорово, ребята выполняют все функции в обороне, в нашей атаке, как мы хотим действовать, как команда. И в первом тайме, можно сказать, уже игра была по большому счету сделана. Во втором тайме преимущество «Несея» растаяло. Понятно, что успокоились, понятно, что Кузбасс всеми силами пытался избежать разгрома, но все же пропускать четыре мяча за тайм не красит претендента на золото. Второй тайм «Енисей» проиграл 3-4. Мячи в нашей команде забили Олег Толстихин, Артем Репях и четвертый свой гол в ворота Кемерова «Алмаз-Миргазов». Итого 10-5. Теперь воскресенье столь же уверенно надо обыграть в новосибирские «Сипсельмаш». Выполняли тренингскую установку, что на 100% сыграть в обороне и очень быстро контратаковать. В принципе, я считаю, что мы выполнили, но, конечно же, не без всяких ошибок, просто без ошибок не бывает. Второй тайм, если взять его, мы, конечно, хотели его сыграть лучше, качественнее, чем мы его сыграли. Здесь были моменты, конечно, которые мы разберем, когда нам забивают голы, как мы можем лучше играть в обороне, когда мы попадаемся на контратаки. Потому что это было достаточно много раз во втором тайме, чего мы избегали в первом тайме. Матч с «Сипсельмашем» получился похожим на игру с «Кузбассом». В первом тайме вновь безоговорочное преимущество «Инисея». Хитрик Сергея Ломанова, два мяча «Алмаза-Миргазова», а также голы Максима Ишкельдина, Адама Гильяма, Дмитрия Макарова и Тимофея Безносова и 8-1 к перерыву. Разгром. Во втором тайме «Инисей» вновь сбросил обороты, но в отличие от домашнего матча с «Кузбассом», второй тайм «Инисей» все же выиграл 5-4. Тимофей Безносов, Адам Гильям, Максим Ишкельдин и дважды Сергей Ломанов, всего на счету капитана 5 мячей в Новосибирске, подвели голевую феерию. 13-5 крупная победа «Инисея». Главному тренеру Михаилу Пашкину понравилась игра в атаке. Мне сегодня наша игра понравилась, как мы играли в атаке. У нас были очень хорошие прямые атаки, где мы комбинировали и здорово играли на лучшего партнера в течение всего матча. Две крупные победы не позволили «Инисею» вырваться на первое место в чемпионате Суперлиги. После 15 матчей 42 очка, а у «Динамо» после победы над «Байкалом Энергии» 5-3 – 46 очков, но на игру больше. СКА «Нефтяник» – третий с 39 очками после 16 сыгранных матчей. 20 января «Инисей» ждет непростой выезд в Первый Уральск. В этот же день «Динамо» в Красногорске примет СКА «Нефтяник». «Инисей» на последнем 13-м месте в единой лиге ВТБ. Матч с «Пармой» важен со всех точек зрения. Отступать дальше некуда. «Инисей» из-за травмы болезни не досчитался в составе двух больших Александра Гудумака и Илью Попова, а также самого толкового из американцев – Дастина Хога и разыгрывающего Джонсона. Два других американца откровенно разочаровали. «Бэттл» хоть и набрал 12 очков, но совершил кучу потерь и умудрялся промахиваться по два раза с линии штрафных. «Мэттьюс» с двумя очками смотрелся на площадке ничуть не лучше, чем дебютант Дмитрий Санько. Тем не менее, в первой половине «Красноярцы» бились с «Пармой» на равных и даже отрывались на 4-6 очков. Как всегда солировал Дмитрий Кулагин – 16 очков, хотя и он провел далеко не лучший матч. К перерыву 38-40 в пользу «Пармы». А вот сразу после перерыва «Инисей» провалился, уступив на восьмиминутном отрезке со счетом 2-20. «Инисей» играл без больших, поэтому они в ротации немножко были ограничены. Мы приехали полным составом, получилось удержать темп просто игры. В тот момент, когда «Инисей» немножечко подсел, мы наоборот чуть добавили, и вот за счет скорости, за счет быстрых отрывов, я думаю, нам удалось оторваться. Вернуться в матч было невозможно. В обороне без Попова, Гудумака и Хога зияли дыры, в которые уверенно врывались баскетболисты «Пармы». В атаке силы Кулагина оказались небеспредельны, а другие просто не знали, как отправить мяч в корзину пермяков. Вторая половина была проиграна с неприличным счетом 14-46, а вместе с ней проигран и матч 52-86. Единственная радость за этот отрезок – наблюдать, как вместе на паркет вышли два воспитанника красноярского баскетбола Сергей Митусов и Дмитрий Санько. После такого матча наши баскетболисты не горели желанием разговаривать, поэтому итоги подвел Константин Буланов. Вмешалась эта страшная болезнь, о которой все говорят. И в Перми мы только вышли с карантина, поэтому нам было играть тяжело. А я так понял, сейчас у «Инисей» есть какие-то проблемы с игроками, со здоровьем. Поэтому, я думаю, немножечко вот такая, знаете, потеря формы сказалась на этих двух матчей. Сегодня мы были больше готовы. В следующее воскресенье, 24 января, матч с неуступчивой «Астаной» и вновь в арене «Север». Будем надеяться на выздоровление к тому времени ряда игроков, а также на другую игру команды как в атаке, так и в обороне. Уходить в безнадежные аутсайдеры не хотелось бы. Волейбольный «Инисей» в канун и после Нового года залихорадило. Поражение дома от «Газпром-югры» 1-3 по партиям неприятно удивило. Затем последовала победа 3-0 в гостях над «Динамо-Ленобластью». А затем вновь необъяснимый провал во дворце спорта имени Ивана Ирыгина в матче с серой мышкой и нижегородским «Аском» 1-3. Команда словно выполняет задачу запутать букмекеров, но мы-то знаем, задача у «Инисея» другая – место в плей-офф. Пока команда балансирует на грани – восьмое место. И в воскресенье сложный матч в Уфе с Уралом. Ехали за победой, тем более, что матч с прямым конкурентом за место в плей-офф. Три партии шла упорная борьба. В первой сильнее был «Венесей» 27-25, во второй, в третий – «Урал» 25-22 и 25-23. А в четвертом сете красноярцы уже не смогли бороться за победу – 18-25 и 1-3 по партиям. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал диагональный Кирилл Клец – 19 очков. Следующая игра во дворце спорта имени Ивана Ирыгина 23 января в 17.00 против «Югрысом» от Лора из Нижневартовска. Это была первая после Нового года программа «Наш спорт». Встретимся ровно через неделю, ибо все мы знаем, что спорт прекрасен во всех его проявлениях. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!